Согласно положениям ст. 35 Налогового кодекса, плательщики налогов при наличии определенных обстоятельств вправе воспользоваться льготами, либо отказаться от них. Это может быть полное освобождение от уплаты, либо понижение ставок. При этом, если по каким-либо причинам льготы не применялись ранее, есть возможность вернуть излишне уплаченные суммы. Однако это касается ограниченного периода, не более чем за 5 лет. Эта возможность есть у плательщиков, которыми не заявлен письменный отказ от использования льгот. К примеру, возможность отказа от применения льгот предусмотрена при исчислении налога на добавленную стоимость. Такой отказ возможен только в отношении всех оборотов по реализации, предусмотренных одним или несколькими пунктами ст. 118 Кодекса на срок не менее одного полного календарного периода. При этом важно подчеркнуть, наличие льгот не освобождает плательщиков от необходимости предоставления декларации в отношении таких объектов. В то же время нормами налогового кодекса, помимо применения льгот, может быть использована такая форма, как отсутствие объекта налогообложения. В этом случае представлять декларацию не нужно. Освобождаются от уплаты подоходного налога и предметы, услуги, приобретенные и оказанные в рамках проектов международной технической помощи. Активной в этом направлении работает детская областная больница. Благодаря совместным проектам был проведен капитальный ремонт кислородной станции, закупается новое современное оборудование, в том числе и для противодействия распространению коронавируса, защитное средство. Выделенные деньги расходуются исключительно на нужные учреждения здравоохранения. Направляются утвержденные перечни Министерством экономики нашим контрагентам, которые выиграли процедуры закупок. Они эти перечни предоставляют в налоговую инспекцию по месту нахождения. И таким образом, в принципе, потом осуществляется сделка. Обязательным условием оформления договора, поставки, допустим, выполнения работы и услуги является указание на реализацию данного проекта. Опять же, возвращаемся к нашему налоговому законодательству. Налоговый кодекс предусматривает освобождение от уплаты НДС в рамках реализации проектов международной помощи. Представители налоговых органов напоминают, что для того, чтобы воспользоваться такими льготами, необходимо соблюсти все условия, предусмотренные указом президента от 22 октября 2003 года. Для тех, кто своевременно не сделал этого, предусмотрена возможность применения льгот в ходе проведения комплексных налоговых проверок. А вот уже после такого шанса у налогоплательщиков уже не будет.